С днём города, дорогие! С праздником! С праздником! Всего хорошего! Вампиры, волшебники, кощей бессмертные. 6 сентября в Одинцово им никто не удивлялся. Город праздновал день рождения. Костюмированное шествие, в котором приняли участие десятки человек, это лишь часть большого торжества. Просто это всегда весело, это настроение, это как-то всё уходит, как бы радость на душе, веселье, песни можно попеть, повеселиться. Это, скорее всего, уважение к городу, всё-таки день города, надо участвовать в тех мероприятиях, которые для нас устраивают, как бы его поддерживая. Костюмированное шествие носило ярко выраженный семейный характер. В сказочных персонажей преображались не только взрослые, но и дети. Хочется, чтобы как можно больше жителей города принимали участие в празднике, потому что, на наш взгляд, это весело, это интересно. Ну, а для нас, как для мам, это возможность приодеться красиво, когда мы находимся в декрете, вместе со своими мужьями и детьми выйти на улицы города и подарить жителям города праздник. На побытку едет молодой моря, грудь его медаля, центр ядаря. Целый день на главной площади города работала ярмарка. Наиболее активных гостей праздника привлекли спортивные конкурсы и соревнования. Победителей ждали памятные подарки и призы. Посетили день города и многие общественные и культурные деятели. Мы сегодня устроили такой фестиваль тантаморесок. Это такая зона, арт-зона для фотографирования. Художники наши и, в принципе, весь коллектив театра расписывали каждую тантамореску вручную. Презентацию своего видения бренда города представила команда уличного художника Дмитрия Левочкина. Здесь креативная, свободная интерпретация заложена. То есть она вышла из стрит-арта, то есть форма единицы. Ее каждый человек может по-своему видоизменять. То есть в этом и заключается бренд города. Жители района уже хорошо знакомы с работами этого коллектива. Именно он расписывал фасад дома на Можайском шоссе. «Русский солдат с ребенком». Композиция, приглянувшаяся многим и вызвавшая интерес областных властей. Сегодня администрация Одинцова плотно работает с художниками. Мы начали, соответственно, активно с ними сотрудничать. Мы, соответственно, сделали еще один фасад. Мы сделали две подстанции на Треборке. Вот сейчас доделываем спортивный парк отдыха имени Лазутиной. Поселок Одинцова преобразовали в город в 57-м году. Тогда в нем проживало всего 20,5 тысяч человек. Сегодня эта цифра выросла до 141 тысячи. В воскресенье могло показаться, что все эти люди вышли на улицы города, отметив день рождения столицы района. Нам очень нравится. Для детей очень много развлечений, очень весело. Ну, все понравилось, все классно, все замечательно. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.